Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы продолжаем речь о психологии. Буквально несколько дней назад мной было выпущено маленькое видео, там очень интересная предыстория. Я пообщался с коллегой, девушкой, обучающейся на психологическом факультете, насколько я понял, и она мне прислала интересную информацию. У них, видимо, между коллегами, опять же, там студентами разгорелся, видимо, какой-то дискусс и так далее, они обсуждают это все. И вот, соответственно, она мне прислала с просьбой оценить, как я отношусь к такими вот вещам. Прислала она мне это все в вордовском виде, сначала с ссылкой на интернет-страницу, потом я попросил ее сделать это все в ворде, но она мне его прислала, и вот это сейчас у нас начинается вторая часть по этой самой статье. Соответственно, статья называется «Комплексный подход к диагностике психических заболеваний». Если вы помните по первой части, мы остановились, дошли вот до этого абзаца, это последний абзац был, который я разбирал. Далее у нас шел вот такой вот заголовочек «Проблема общего тезауруса». Давайте с него и начнем, продолжим. Это будет вторая часть этого самого видео по этой теме. Соответственно, начинается эта часть «Проблема общего тезауруса» и начинается она, что «Комплексная диагностика». Читайте на экране, я тоже, с вашего позволения, буду читать про себя, и как только дойду до общего понимания смысла этого абзаца, прокомментирую его. Замечательно. В общем, все понятно, что описано в этом абзаце. Комплексная диагностика. Я должен сказать, что другой, с моей точки зрения, да и вообще в науке, я уверен в этом 100%, другой диагностики не существует. Диагностика всегда, изначально и меня так учили, и здесь об этом идет речь, диагностика всегда является комплексной. То есть я так понимаю, что смысл в том, что мы проводим несколько десятков методик. Как правило, вообще любое экспериментально-психологическое исследование, оно не может состоять из 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 методик. В нормальной практике, когда проводится качественное ответственное экспериментально-психологическое исследование, специалист-психолог всегда проводит как минимум 11, 12, 13 методик. Давайте я вам их перечислю. Прежде всего, это счет по крепилену, таблицы Шульте или Шульте, опосредованное запоминание по Леонтьеву, запоминание 10 слов, запоминание 12 предметов, классификация, исключение предметов, простые аналогии, сложные аналогии, ассоциативный эксперимент. Речь идет о и другие. Речь идет о патопсихологических качественных методиках. То есть, все методики можно разделить на 2 группы крупные. Это качественные и количественные. Качественные – это, в общем-то, синоним слова пато, патопсихологических методик, разработанных Рубинштейн, Зигарник и так далее, ими опробированные. Вот это являются качественными патопсихологическими методиками. Качественные и патопсихологические методики – это синонимы. Далее идут личностные методики – это различного рода опросники, вопросники, тесты, шкалы и так далее, собственно. И тут я полностью согласен вот с этим абзацем в том плане, что диагностика может быть только комплексная. То есть, помимо того, что мы проводим как минимум 6-7 патопсихологических методик при качественном экспериментальном психологическом исследовании, мы проводим какие-то 3-4-5 максимум, 5 каких-то количественных методик, таких как ММПА и УСК, тест Раймонда Кетелла, 16-факторный, ну и так далее, в зависимости от обстоятельств диагностики, что мы изучаем. Поэтому диагностика, тут это выдается как некая, смотрите, модная тема, но это ерунда какая-то. Это просто обыденная процедура проведения экспериментально-психологического исследования. То есть, применяем, как правило, 6-7-8 патопсихологических методик, они небольшие, и 3-4-5 каких-то количественных методов, как то ММПА или 16-факторный личностный опросник Кетелла, или какие-то другие, неважно. Если в этом смысле подразумевать, что диагностика комплексная, то да, она комплексная, и это не какая-то новомодная тема. Это обычная, еще раз повторюсь, простите меня, обычная процедура проведения ЭПИ. То есть, чередуя патопсихологические методики, тестовые опросники, в зависимости от тех, мыслей, которые возникают у экспериментатора, когда он проводит обследование экспериментально-психологической ЭПИ, он идет, у него возникает какая-то гипотеза, он начинает с каких-то стандартных методик, так как-то, допустим, таблицы Шульта, да, начинают беседы, индивидуальные беседы обязательно проводятся, настраивается, выстраивается определенный контакт между пациентом и испытуемым, и, соответственно, приступают к экспериментам, собственно, как то качественным, так и количественным методикам. И в процессе обследования экспериментатор, исходя из того, какие гипотезы возникают по поводу нозологии, то или иной у пациента, он, соответственно, предлагает нужные методики. Если он видит какие-то искажения процессов обобщения по шизофреническому типу, он одно предлагает, он может делать упор больше на тесте ММПА или еще каком-то тесте, если у него сразу же закрадывается подозрение, что и даже на истории болезни написано, что по этому поводу у психиатра. Психиатры, еще раз повторюсь, психологии не знают, но это отдельная тема для разговора, мы ее еще, конечно, затронем. Но одним словом, всегда это тяжелая работа для специалиста, это не просто банальное последовательное предъявление тех или иных методик. Нет, ни в коем случае, экспериментатор всегда должен думать, выстраивать гипотезу своего исследования, которая подтверждается или опровергается в процессе применения тех или иных инструментов. Каждая отдельная методика, это всего лишь инструмент, которую специалист грамотно или неграмотно применяет по отношению к испытуемому, выстраивает некую схему, логику обследования, то есть в зависимости от конкретной ситуации, конкретного пациента. Еще раз повторюсь, начинается все со стандарта, а потом куда нас заведет эта тропка, эта дорога, по которой мы пошли с момента, с начала экспериментально-психологического исследования, неизвестно, к какому выводу придет экспериментатор. Это всегда тяжелая умственно-интеллектуальная работа для экспериментатора. Поэтому диагностика, она всегда комплексная, а не нечто выдающееся, появившееся недавно. Можно говорить о комплексной диагностике уже в трудах Дзигарника, Рубенштейна, в 50-х годах прошлого века. Диагностика всегда комплексная. Идем дальше. Далее идет, далее в этом абзаце, вот в этом абзаце идет рассуждение о том, какие, значит, классификации, опять же речь о классификациях личностных, то есть о понимании специалистам структуры личности человека. Надо понимать, что личность это всего лишь один из компонентов индивидуальности человека. И он важный, большой, да, мы часто о нем упоминаем, но тем не менее понимание психических функций, основ основ индивидуальности человека. И далее только идет темперамент, характер, личность. Только в этом случае мы подходим к личности. Личность это всего лишь один из кирпичиков индивидуальности человека. Большой, небольшой, ли важный, неважный, это другая тема для разговора. Но в любом случае мы сначала исследуем психические функции, нише ощущение восприятия, высшее внимание, память, мышление, речь. Далее переходим к темпераменту, характеру и личности человека в конце концов. Личность это лишь небольшая, ну или условно говоря равная другим, частичка индивидуальности человека. В абзаце идет речь о разных подходах, тезауре, именно по отношению к личности. Почему на этом, ну допустим, классификация типологии Майерса Брикса приведена здесь, да, то есть рассуждается, как она коррелирует там с другими какими-то моделями личностных исследований. Значит, непонятно. Ну хорошо, ну популярна она действительно, да, интересная, вообще интересная, конечно, классификация. Это пятифакторная модель Майерса Брикса. Вот, далее вот в этом абзаце, что очень интересно, идут какие-то, на мой взгляд, абсурдные рассуждения, что такое классификация Леонгарда Смешика, Личко и так далее. Приводится их, как бы, ну ставится вопрос о взаимозаменяемости, взаимодополняемости, проникновении друг друга тех или иных классификаций. Мне изначально не нравилась классификация, ну когда я еще учился, да и сейчас, мне нравилась классификация Леонгарда, ну как мне нравится, это все в кавычках, другого, за неимением лучше, мне не нравилась классификация Личко, какие-либо другие, я с ними со всеми знаком, конечно, знаю их наизусть, но самое главное, что я хочу сказать, их тут очень много, описано. Вот, да, тут много действительно, интересно, почитайте. Значит, самое основное, чем мы пользуемся, господа психологи, клинические психологи, это классификация психопатии, здесь она вот упоминается. Ганнушкина, 16, некоторые, он выделяет 14, некоторые авторы расширяют их до 16 типов клинических психопатий. Знаю все Бриксом, там, я не знаю, там, Личко и так далее, но всю жизнь в своей практике опирался и пользовался, и перечитывал десятки раз клинику психопатии Ганнушкина, ну и ряд других его произведений. Используем мы с вами, давайте будем объективны, как то, что мы не используем, допустим, там, MMPI на 566, MMPI минимульт, есть золотое зерно в этих классификациях, оно каждое по себе, эта классификация является золотым зерном, Личко, Леонгарда, Шмишека и так далее, но все-таки, все-таки давайте будем объективны и опираться на то, что нам предлагает Ганнушкин. Это лучшее из лучшего, что мы имеем на данный день, все остальное вторично. Как знаете, есть такое произведение у Чернышевского, что делать, там вот есть такой главный герой, один из главных героев Рахметов, он стоит перед полкой с книгами и дифференцирует, самобытно, несамобытно, то есть он разбирал книги на те, как бы классификацию выстраивал, те, которые самобытные несут золотое зерно, и те, которые несамобытные, он так их называл этот Рахметов, да, он Чернышевского. Так вот, Ганнушкин, это золотое зерно, это самобытно, это надо и нужно читать, выучивать наизусть, говорят, эту тоненькую книжечку, хотя бы ее, хотя он был очень плодовитым автором, у него несколько произведений очень интересных и хороших, но тем не менее, 50 раз перечитаете Ганнушкина, клиника психопатии, статика, динамика и систематика, прочитаете эту тоненькую книжечку, и все остальное несамобытное, и вы с радостью и благополучием забудете, и я вас настраиваю на то, что забываете всякие классификации Ленгарда, Шмишека, Личко забываете, пользуйтесь классификацией Ганнушкиной, и ничего вам в этой жизни больше не надо, это является поистине золотым зерном отечественной психиатрии, и правду сказал, простите пожалуйста, действительно является золотым зерном отечественной психиатрии и патопсихологии, используем Ганнушкина, коллеги, и никого другого, знать надо все, но в реальной практике, в реальной действительности диагностики, применять Ганнушкина и опираться на него, на нашем сайте кстати есть классификация Ганнушкина, очень интересная, составленная, уже переработанная моими специалистами, мною лично, то есть мы несколько ее модифицировали, дополнили, очень осторожно, ничего не убирая, скорее добавляя, расширяя эту классификацию, с учетом современных реалий, поэтому заходите на наш сайт, посмотрите там в разделе информации, в библиотеке, есть так все произведения Ганнушкина, Личку, Ленгарда, вот все о чем я сейчас говорю, есть литература на нашем сайте, в разделе библиотека, реально там более двух с половиной тысяч книг, ну и в том числе там не может не быть Ганнушкина, Личко, Ленгарда, Шмишика и так далее, если кому-то это интересно почитать, вот что я хочу сказать по поводу вот этих популярных, ну как тут пишут статьи, популярные в России модели акцентуации, Ленгард, Личко, понятно, они психологи, они пишут об акцентуациях, Ганнушкин пишет о психопатиях, и это правильно, сейчас это речь идет о социальной дезадаптации, социопатиям в МКВ-10, но я по старинке, по старинке, по старому, называю все это психопатиями, и это на мой взгляд правильно, будем откровенны, социопатия тоже правильный термин, то есть это синонимы, синонимы социопатия и психопатия, мне больше нравится краткое и емкое слово психопатия, а если еще зачитываться Ганнушкиным и перечислить, перечитывать его десятки раз, каждый раз находя в них что-то новое, это будет вообще супер, тут приводятся шкалы опросника, рассказ, опросника, Шелдера, Вестона, все это, знаете, это гамбургер, это хот-дог, это, я не знаю, американизированная пища, вот эти все вот вещи, я люблю борщ с котлетами по-киевски, вкуснее ничего нет, но это я так утрируюсь, прошу меня правильно понять, вот все это хорошо, но не для русского человека, все что немцу смерть, русскому хорошо, или наоборот, все что русскому хорошо, немцу смерть, как вот эти все Шелдеры, Вестоны и так далее, МакВильнинсы, это все хорошо, но не для русских людей, читайте и перечитывайте Ганнушкина, я вас заглянаю, более ничего в этом плане не надо, вы будете понимать, патологию личности человека, характера человека, прошу прощения, не личности, а характера, потому что речь идет о психопатиях, так, далее у нас идет, вот бесполезная на практике, двойная диагностика, давайте мы на этом остановимся, видео получилось уже достаточно большим, 15 минут, значит, остановимся на этом, и со следующего, хочется тут, конечно, продолжить, хочется продолжить, я вот себе очеркнул, игнорирование параметров, для тестирования, дойти вот до этого момента, но остановлюсь пока, остановлюсь, потому что видео очень большое, на этом пока все, давайте я так сделаю, на следующем видео разберем, пойдем вот с этого абзаца, красненького, он очень интересный, можно было бы, конечно, продолжить в тематику, но, я этого пока делать не буду, большое видео, поэтому, вот что я думаю, о проблеме, проблеме тезауруса, проблемы нет, по сути своей, просто надо понимать, и четко осознавать, в рамках какой парадигмы, в какой модели вы работаете, мы работаем в рамках отечественной парадигмы, основа, основ которой заключается, в классификации психопатии, Ганнушкина, на этом все, благодарю вас за внимание, и удачи вам, и удачи вам,